Обыкновенная пищуха, маленькая птица из отряда воробьинообразных, имеет изогнутый клюв, фигурные коричневые надкрылья, белые подкрылья. Очень интересно то, что жесткие хвостовые перья-пищухи, помогают взбираться вверх по стволам деревьев. Обыкновенная пищуха является широко распространенным представителем рода, гнездица в лесах умеренного климатического пояса, практически на всей Евразии от Ирландии до Японии, ее общий ареал имеет площадь около 10 миллионов километров. Эта птица предпочитает старые деревья, обитает в хвойных лесах, особенно в зарослях ели и пивт. В европейской части России пищуха предпочитает хвойным лесам, широколиственный и смешанный лес. Характерным для пищухи движением являются мышеподобные передвижения короткими рывками, вертикально по стволам и толстым ветвям деревьев, с использованием длинного жесткого хвоста, и широко разведенных ног в качестве треугольной опоры. Обыкновенная пищуха является оседлой птицей в западной и южной частях ареала, но некоторые северные птицы зимой перелетают на юг, а особи, гнездящиеся в горах с наступлением морозов, спускаются на более низкие высоты. Обыкновенная пищуха начинает размножаться в возрасте одного года. Делает гнездо в дупле, трещинах деревьев или под корой старого дерева, иногда для гнездования используются трещины в зданиях. Старается делать гнездо невысоко от земли, от полуметра до четырех метров, типичная кладка насчитывает пять или шесть яиц откладываемых с марта до июня. Иногда пищухи делают две кладки, но чаще всего только одну. Питается преимущественно насекомыми, но также и другими беспозвоночными. В питании преобладают яйца пауков и насекомых, куколки и личинки, которых птица извлекает даже из узких и глубоких щелей деревьев, прыгая по стволам снизу вверх по спирали. Закончив осмотр дерева, она перелетает на низ другого. В отличие от поползня, никогда не спускается по деревьям вниз головой. В холодные зимы обыкновенная пищуха может добавлять к своему рациону небольшое количество семян хвойных пород. Самки питаются преимущественно на верхней части ствола. В то время как самцы на нижней, исследование, проведенное в Финляндии, показало, что при отсутствии самца одинокая самка питается на меньшей высоте, Мигрирующие птицы могут лететь днем и ночью, но общий объем миграции обычно маскируется благодаря наличию местных оседлых популяций. Эта птица зимой ведет одиночный образ жизни, но в холодную погоду в хорошем убежище могут формироваться стайки.